Можно и так. Так, с юмором машину, которая заменяет громоздкий зерно-очистительный комбинат, презентуют ее поставщики. Разработка не новая, но вот уже 30 лет без нее не обходится почти ни одно фермерское хозяйство. Выставка технических достижений, возможность для работников сельскохозяйственной отрасли присмотреть эффективных помощников на ферму. Достигать таких урожайных рекордов Татарстану помогает машина. Это местная разработка. За рубежом она считается последним словом техники. Машина содержит вещество, которое распрыскивается на растениях и защищает их от вредителей и болезней. Заменяет человеческий труп, а также 2-3 трактора. В павильонах фермеры представили уже конечный результат пандемы техники человека. В скором времени, надеются в Татарстане, богатый выбор местной продукции будет не только на ярмарках, но и в торговых сетях. В этом помогут агропромышленные комплексы в сельской местности. Качество нашей продукции, она будет, конечно, в соответствии приведена, сертифицирована продукция будет, партии товаров. И это не просто единичные такие поставки, это на постоянной основе. То есть агропромышленный парк, у него организационно-правовая форма сельхозяйственно-потребительский кооператив, он уже будет заключать договора с торговыми сетями. Тем более, темпы в сельскохозяйственной отрасли Татарстан снижать не намерен. В прошлом году особенно порадовал урожай свеклы. Более 2 миллионов тонн собрали с полей. Это личный рекорд республики. Темпы роста составили 105%. Ну и, конечно же, мы и дальше ставим задачи, чтобы шаг нашего роста был не менее 5%. По итогам прошлого года республика лидирует в стране по производству молока. Занимает второе место по сбору картофеля. Однако, если Татарстан и дальше планирует удерживать лидерские позиции, то не мешало бы больше внимания уделить зарплатам сельхозработников. Посетовал Марат Ахметов. По результатам 2016 года зарплата по отрасли расставила 18,7 тысяч рублей. Очень скромный показатель. Мне даже обидно самому за это. Производительность труда 1,5 миллиона рублей. Повышая ее уровень в этом году до 2 миллионов рублей, мы сможем преодолеть планку по зарплате в 20 тысяч рублей. Еще одна задача – успешно справиться с весеннеполевыми работами. На пашнях Татарстана 586 тысяч гектаров. Отдано подозимы. Зиму они пока переносят хорошо, но беспокоит аграриев недостаточное количество влаги в почве. Азу Гусманова, Роман Фенин. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова